Бывало так, что если у него, допустим, три концерта за вечер, его перевозили с одного места на другое, потому что его рвали на часть. Иногда бывало, вот он садился, и знаете, когда зрачки повёрнуты внутрь, абсолютно опустошённый человек, ну вот эта подзарядка длилась, ну, от силы минут 10-15. И потом снова включался эта электроэнергия, и это снова было. Тебя ищу вовсюду, уже смеются люди, что ждут звонок, я зовусь. Видите, я работал такое количество концертов в день, что не уставать, это было бы просто странно. Причем это было то несчастное с точки зрения сегодняшних представителей шоу-бизнеса время Когда никому не приходило в голову, спрашивают, что такое фонограмма И все концерты всегда были только вживую На стопроцентной выкладке Никогда Витя себя не жалел на сцене, никогда И вообще не понимая, что значит выходить на сцену и себя жалеть И в этом смысле он был абсолютным примером За четыре года на эстраде Виктор выступил в тысячи с лишним концертов От Москвы до Тюмени и от Ленинграда до Сочи Одно его имя в афишах обеспечивало аншлаги В тот день вместе с Виктором в Харьков собирался полететь его друг и администратор Владимир Кауфман Но в последний момент Кауфмана по невотложному делу вызвали в Ленконцерт И билет пришлось сдать Ему хотелось в Москву все-таки Ему, у него не складывалась судьба драматического актера в театре В театре имени Комиссаржевской Это был очень хороший театр с хорошим главным режиссером Рубеном Агамерзианом Но Витя немножко раздражал свой коллектив Раздражал своего главного режиссера Ну как можно было что-то планировать Если его пару раз за неделю вызывали в Москву В приемную театра директору звонили из ЦК или из министра культуры Витя был так далек от политики Что когда ему первый раз пришлось выехать за границу А визави сидел крутой начальник в погонах И проверял насколько Витя знаком Кто там в Бангладеш Король, президент или все прочее И когда начал его этот КГБшник журить Товарищ Чистяков Как же так вы отправляетесь за границу Вы представляете такое государство Советский Союз И не знаете элементарных вещей Вы комсомолец Витя сам рассказал Витя вскакивал Да, давай не расставаться никогда Понимаете Он брал юмором Потому что газет он практически никогда не читал Все, кто общался с Виктором в последний год его жизни Явственно ощущали Перед ними человек полностью сжигающий себя Бесконечные перелеты, переезды Вечный цепь ноты И выступление, выступление, выступление Бывали дни, когда он давал по шесть концертов Конечно, после этого он был изнурен Просто выпотрошен эмоционально и физически И близкие друзья стали Чистякову говорить Что с пародиями нужно не то, чтобы заканчивать Но делать пореже И тогда и сейчас мне довольно трудно объяснить Как в свои неполные тридцать лет Человек мог настолько много знать о жизни Что одной из любимых его фраз Он редко ее произносил Но в кругу близких он иногда говорил Все печально Все печально, все безысходно Все имеет только один конец Ничего окончательно хорошего и счастливого От жизни не ждал Он был не по годам мудр и печален иногда За день до своего вылета в Харьков Виктор получил пачку фотографий На этих фотографиях Это уже потом заметили родные и друзья Он не похож на себя Таких глаз у него никогда раньше не было В них предчувствие судьбы Ведь мы с ним 22 апреля в Свердловске Шли пешком во дворец спорта На концерт Он остановился Хорошо помню место, где это произошло И он сказал Я чувствую, что я не умру своей смертью Рада Волшининова Цыганка Она ему гадала по руке И она сказала Я тебе не скажу И закрыла руку И он потребовал И она сказала Ты года не проживешь И этому суждено было сбыться Он реализовался на Я думаю Только на 20-30% Своего потенциала